Белорусская косметика Вот оно, мое богатство, здесь 15 декоративных средств разных марок белорусской косметики, все не различной ценовой категории, но я старалась выбирать продукты до 500 рублей, даже до 400 рублей, в общем, кидала в корзину максимально бюджетные средства. Кстати, да, у меня тут разные виды декоративной косметики, из которых можно сделать полноценный макияж лица и глаз, так что я думаю, сегодняшний наборчик можно считать косметичкой для новичка. Так, ну что, погнали! Начнем мы с аквамиста для лица и тела, для сухой нормальной кожи с японскими водорослями от фирмы Markel. Это такая водичка с пульверизатором для того, чтобы тонизировать вашу кожу и придавать ей свежесть. В случае, если у вас до сих пор работают обогреватели, в случае, если вы постоянно находитесь в помещении с сухим воздухом, то вот это средство прям отлично вам подойдет для того, чтобы немножечко освежить свою кожу. У нас помимо экстрактов японских водорослей, содержится еще ирландский мох, да, экстракты ирландского мха, генералы мертвого моря и депантенол. Оказывают успокаивающее действие на кожу и устраняют эффект горящего лица. В случае, если у вас летом немножечко кожа сгорела, вот это вот средство прям отлично вам подойдет. В общем-то, нам производитель советует распылить на лицо с расстояния 30-40 см, рисуя в воздухе восьмерку. Давайте так и сделаем. Ммм, а запах приятный. Такой немножечко алоэ пахнет. Но он, кстати, очень быстро улетучивается, так что я думаю, вас не сильно это смутит. И, в общем-то, сразу после этого можно наносить макияж. В качестве основы под макияж мы будем наносить вот это вот средство от Reluid, которое называется Prime Step Fresh Look. Но, правда, знаете, хочу сразу обратить внимание, здесь какая-то очень прям слабенькая крышечка. Она что-то едва-едва закрывает продукт. Силиконовый праймер, немного прозрачный. Правда, розоватого оттенка. Буду наносить это средство пальчиками на все лицо. У него очень такая бархатная текстура. Ну, в общем-то, как и у многих силиконовых праймеров. Запаха у него вообще нет. Вот, правда, никакой отдушки. Вижу, что у меня немножечко лучше стала выглядеть зона в районе носа. У меня здесь постоянно расширенные поры и небольшой блеск есть. И вот как раз-таки этот праймер помог нам все это дело заматировать. Это средство хорошо именно помогает подготовить кожу к тому, чтобы последующие тональные консилеры ложились прям вот как масляная краска на холст. В качестве тона я буду использовать наилюбимейший продукт, который я заказываю уже третий раз подряд. Это Сиси Крем Актив Комплекс от Люкс Визаж. У меня в номере 01 Ньют. Нравится мне его текстура. Она кремообразная, немного жидковатая. При этом Сиси Крем не сказать, что сильно плотный, но тем не менее помогает перекрыть какие-то мелкие недостатки, помогает выровнять цвет кожи. Как правило, если я собираюсь на работу, у меня есть буквально 2 минуты времени, я его распределяю при помощи пальчиков. Но сейчас у меня есть 5 минут драгоценного времени, поэтому буду распределять при помощи влажного спонжа от Real Techniques. Теперь давайте перейдем к уравям. Хочется их привести в порядок и уже затем переходить к макияжу глаз. Для оформления я буду использовать 2 продукта от фирмы Reluie. Один из них это фломастер для бровей, который называется Brow Permanent Marker. У меня в оттеночке 01, и он подходит для блондинок. Я его уже на себе пробовала, и мне кажется, цвет очень натурально выглядит. Его практически не отличить. Сейчас, я думаю, вы это сами увидите. В общем, у фломастера очень тоненький кончик. Вы только поглядите. Мне кажется, с таким фломастером можно прорисовать любой формы и любой толщины волосок и таким образом создать максимально естественную бровку. На самом деле рисовать бровку при помощи фломастера очень легко. Я думаю, будет сложнее. Он очень быстро фиксируется. Вот прошло буквально полминутки, как я нанесла, а он уже абсолютно не отпечатывается. Это прям очень удобно. Вы можете не переживать, что что-то размажете. Но, с другой стороны, нужно быть аккуратнее девушкам, которые только учатся рисовать бровки, потому что неловкое движение, и стереть можно будет только при помощи какого-нибудь средства. Закреплять нашу красоту мы тоже будем средством от Relu. Это оттеночный гель для бровей. Fix & Color называется в номере 01. По словам производителя, у этого средства Y-образные фибронейлона, визуально увеличивающие количество ваших волосков. То есть они как бы придают объем и создают ощущение, что у вас брови брежнева, а не какие-нибудь брови ниточки. Ну, на что я хочу обратить внимание, здесь мега длинная щеточка. Тушь хорошо закрепляет волоски в нужном положении. При этом нет ощущения, словно вы на брови нанесли лак. То есть все очень деликатно. Переходя к следующему продукту, хочу сделать чистое сердечное признание. Я тут немножечко вас обманула. Дело в том, что я забыла, что из 15 средств, которые я заказала в белорусской косметике, есть одно, которое я заказала от фирмы Artvisage. Это фиксирующая основа под тени. Color Fix, она, кстати, называется. Дело в том, что я не смогла найти какого-либо праймера или базы под тени. У меня есть праймер Relu. Который называется Color Designer. У меня он еще есть, где-то здесь в комоде. Но поскольку мне хотелось попробовать что-то новое, я искала, выбирала, но что-то толком ничего не нашла. Если я ошибаюсь, и все-таки у белорусской косметики есть какая-то база под тени, обязательно напишите мне об этом в комментариях, потому что я что-то похоже пропустила. Но я увидела, что огромное количество положительных отзывов было на вот эту базу. Ее считают чуть ли не одной из лучших среди бюджетных марок. Говорят, что эта база не только продлевает стойкость макияжа, но и делает цвета теней более насыщенными. Я это средство пробовала только с нейтральными оттенками теней. Но знаете, по первому пункту, по стойкости, я уже могу поставить этой базе большой твердый плюс, потому что держит тени она очень хорошо. Причем не только пару часов, но и весь рабочий день. Вот она четверка теней, с которой мы будем делать наш сегодняшний макияж. Это у меня палетка от Luxe Visage, Glam Look называется. У меня в номере 2. Да, есть разные цвета этих палеток. Я себе взяла самые носибельные на каждый день, с которыми, я думаю, смогут работать все. Здесь, в общем-то, 4 матовых цвета. С вашего разрешения я сразу же убрала спонжик. Я, как правило, не использую подобные в макияже. Конечно, упаковка палетки выглядит несколько дешево. Будем откровенны. Но, с другой стороны, она стоит 285 рублей. И тут больше интерес представляет сам продукт. То есть, интересно узнать, насколько тени хороши, а они, хочу вам сказать, весьма неплохие. Я возьму пушистую кисть и светлый оттенок нанесу немного под бровь и чуть ниже, для того, чтобы, когда мы сейчас будем с вами наносить другие оттенки, нам было проще все это дело растушевать. Далее я беру третий оттенок, такой серо-коричневый, и буду наносить во внешний уголок и немножечко в складку века. Что хочется отметить, тени очень легко тушуются, проблем с ними нет. Немного более прозрачными они выглядят на веке. Но, опять же, хочу напомнить, я наношу их уже на базу. Если вы будете наносить на сухое веко, боюсь, что ваш макияж будет еще более бледным. Далее я беру синтетическую кисть, плоскую, немножечко ее смачиваю и буду набирать вот этот вот второй оттенок. Он вообще, на самом деле, выглядит персиковым. И хочу заметить, что оттенок в палетке выглядит гораздо более бледным, нежели я его сейчас наношу на века. Яркость теням действительно придает база. Это прям круто. И в заключение я возьму темный оттенок в палетке и для начала пройдусь по ресничному краю, слегка, где-то до серединки века. И затем уже добавлю теней во внешний уголок и заведу их слегка наверх. Нанесу тушь от Luxe Visage, которая называется Веер пышных ресниц. Perfect Color она называется. Здесь вот такая вот силиконовая щеточка. У меня вообще есть похожая тушь вот такого черного цвета, тоже от Luxe Visage. Она называется Express объем и длина Perfect Color. То есть моя черная дает и длину, и объем. Эта же тушь предполагается сделать их более пышными. База по тени прям меня поразила, если честно. Буду наблюдать за ней дальше, потому что она прям претендует на звание фаворита моего. Тени в целом на четверочку. Они неплохо тушуются, они хорошо передаются на века и я думаю, что такую палеточку было бы неплохо приобрести девушкам, которые только начинают знакомиться с макияжем, потому что с ней сложновато будет переборщить, зато можно понять, как можно сочетать между собой оттенки и как вообще их использовать в макияже. Но что касается ресниц, то я думаю, вы видите эффект. Я нанесла два слоя туши и мне прям очень нравится. Действительно, ресницы приобрели такой веерный эффект, но если сравнивать вот эти две туши, то они, в общем-то, между собой очень похожи. Разница у них разве что в цвете упаковки. Немножечко иная. Здесь щеточка, но в принципе так же удобно, как и в белой туши. И, по-моему, у них немножечко отличается стоимость. Вот эта вот тушь на 3 или 2 рубля дешевле. Несмотря на то, что тени у нас особо не осыпались, хотя они немножечко буквально пылят, я все-таки хочу нанести дополнительный консилер под глазки. Я буду использовать консилер от фирмы LILO. Она, по-моему, так называется. У меня консилер в номере 51 Ivory. Вы только поглядите на его оттенок. Белоснежки, готовьтесь, сейчас вы будете поражены. Вы видите, да? Нет, вам не кажется. И мне не кажется. Это не иллюзия. Это действительно настолько светлый консилер. Более того, если говорить о его плотности, то он действительно хорошо перекрывает синеву, хорошо перекрывает различные недостатки, если вы вдруг соберетесь наносить его на покраснение. Он не стягивает кожу. Чувства сухости абсолютно нет. Консилер вы нанесли, полминутки прошло, и вам не нужно ничего с ним абсолютно делать. Я лично его не закрепляю под глазками, потому что он фиксируется самостоятельно. Давайте нанесем румяна на наше лицо, и я буду использовать невероятно красивый нежно-розовый оттенок от фирмы Luxe Visage. Это румяна, которая называется Color Heat. Вы только поглядите. Его же сами ангелы создавали. Они едва уловимы, но при этом безумно красиво подчеркивают ваше лицо, придают выразительность, свежесть. Ну и, конечно, к такому макияжу хочется добавить сияние, и я буду использовать легендарнейший продукт на YouTube от Smart Girl, который называется Highlighter Incredible Hollywood. В общем, этот продукт частенько сравнивают с хайлайтерами Max, с хайлайтерами The Balm. Мне безумно нравится, как он выглядит. Боже мой. Вообще, кстати говоря, это самый дорогой продукт из всего, что я заказала. Хайлайтер стоит порядка 500, что ли, 80 рублей. Но, что стоит отметить, здесь 7,3 грамма продукта. Это овер дофига. Это прям очень много. Чтобы вы понимали, у меня есть хайлайтер Catrice, где 8 грамм продукта. Я его юзаю уже 2 года, и у меня там потратилась где-то половина. У меня здесь 3 жидки матовой помады и 1 карандаш для губ. И так случилось, что все они в целом между собой похожи по оттенкам. Забегая вперед, скажу, что все 4 продукта мне безумно понравились. Мне нравится, как они ощущаются на губах, мне нравится, как они наносятся и как смотрятся. Вот так выглядит на губах карандаш Luxe Visage Pin Up Ultra Matte в оттеночке 203 Selfie. Ну, а это жидкогубная помада от фирмы Latouage. Называется она Be Matte и у меня номер 204. Вот так смотрится жидкогубная матовая помада от Reloie Nude Matte в оттеночке 18. И последнее, что я нанесла на губы это блеск от Luxe Visage Pin Up в номере 18, который называется Сливочная Прылиная. Блин, пока красила губы так проголодалась, все помады безумно вкусно пахнут, особенно вот это вот Pin Up от Luxe Visage. Хорошо, что закончила макияж. В общем, спасибо огромное, что вы досмотрели до конца. Надеюсь, что ролик был для вас полезным. Обязательно напишите мне в комментариях, что новенького попробовали или нашли вы в белорусской косметике. Мне всегда безумно интересно прочитать и узнать что-то новое, что я пропустила, возможно. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!